На публичное слушание в Калиновском поселении 6 тысяч проживающих на его территории собралось не больше 30 человек. В основном это люди пенсионного возраста. Почему жители большевика проигнорировали обсуждение проекта генерального плана развития территории, на которой живут, выясняла Маргарита Кирикович. Намечено это реконструкция существующей школы до 700 мест, строительство детского сада. Предлагается реконструкция существующих инженерных сетей, прокладка сетей водоснабжения для обеспечения новой планируемой застройки. Застройка планируется 9-12 этажей. Предложенный разработчиками проект генплана развития поселка Большевик вызвал у малочисленных участников мероприятия раздражение и недоверие. Их не заинтересовали далеко идущие планы. Гораздо больше собравшихся в зале клуба беспокоил день нынешний. Жизнь в поселке за последние десятилетия комфортнее не стала, а количество нерешенных проблем только возросло. Разработчики генплана к тому же прогнозируют увеличение населения в Большевике на 2000 человек. Увеличение численности населения с 6000 до 8 за счет строительства и заселения на территории проекта планировки многоэтажными жилыми кварталами. Прослушав доклад столичных гостей, люди засомневались, не ухудшат ли благие намерения властей и так проблемную жизнь обитателей поселка. Хотя в Калиновском поселении всего-то один населенный пункт. И навести порядок, благоустроить дворы, аллеи и дороги проще, чем в других, состоящих из десятков сел и деревень. Однако, судя по внешнему виду большевика, чиновников в местных и районах, проблемы жителей мало беспокоят. Я желаю как раз между пятью и семью домами устроить зону отдыха. Поселок у нас маленький, у нас вообще уже дышать нечем. Еще хотят строить. Где школа, чтобы не строить? Да, и чтобы билет в школу тоже была свободная зона, чтобы там были деревья и никаких застроек. Если протокол, давайте запишем, прекратить с сегодняшнего дня все работы. Вот на территории между домами пять и семь. Сейчас на бульдозе намечены земель, которые будут спирены. Участники служб не возмущены. На старом Дашковском кладбище собираются построить два торговых центра. Попытки общественности привлечь к этому факту внимание чиновников администрации Серпуховского района остаются безуспешными. Земельный участок, на котором когда-то были захоронения, продан. Весь негатив участников слушаний вылился на разработчиков генплана. Это старинное кладбище. Это старинное кладбище. Совесть надо есть, чтобы на кладбище танцевать. Это к администрации. Генплан не строит ничего. Еще до этого дня у людей была надежда, что им оставят аллеи для зоны отдыха и деревья удастся сохранить. Ведь они о своей беде писали во все инстанции. Земельный участок сформированный, у которого есть владелец и вид разрешенного использования торговый центр. Поэтому проектировщик... Кто продал наши земли? Почему администрация не строит? Давайте так. Мы проектная организация областная. И кто продал кому, это не наше дело. Дело в том, что есть... Это ваше дело. Совершенно правильно. Обращайтесь в орган местного управления. Продать кладбище. Продать нашу аллею. Эту шикарную, роскошную аллею, которая за последнее время заброшена совершенно. Но тем не менее, ее можно было привести в порядок. Народ наш не поддержит вот это все кощунство. Не поддержит. Вы согласны, товарищи? Согласны. Спасибо. Я считаю, что тот человек, который занимался землей, который ее скупал здесь, который продавал или еще что-то делал с этой землей, выворачивает наизнанку деньги от судей. Я единственное, что хочу сказать, что на сегодняшний день, и это мое мнение, поддержите, пожалуйста, надо от него избавиться. Хватит нам шестуна, чтобы он издевался над нами. Находившиеся в зале чиновники Калиновского сельского поселения выслушивали нелицеприятные высказывания в свой и в адрес районного руководства молча. Люди оценили это как их согласие с прозвучавшей критикой. Для того, чтобы законить захват кладбища и вот эту аллею центральную, собрали вот это сборище. Ни больше, ни меньше. Это просто безобразие. Вместо сквера, мы так надеялись, что будет торговый центр, а у нас за каждым углом магазины. Для чего это нужно? То есть о людях не думают. Исправить ситуацию жителей в силах. Своё суждение политики руководства Серпуховского района люди собираются выразить во время выборов уже в сентябре.